И чем она хороша, наша жизнь? Она была бы хороша, если бы наши банки тоже с нами хорошо бы и работали. Но это же ведь не так. То есть, представляете, вот пришел человек на Западе, да, сказал, я сделаю банк и буду вам деньги отрабатывать. Естественно, западные банкиры ему дают денежки под небольшие проценты, абсолютно небольшие проценты. Они ему дают под, ну там, 4% годовых, да? Ну, он приехал в Магнитогорск, приехал в Магнитогорск или вообще в Россию, вот. И на эти 4% он стал наворачивать сумму не маленькую, 65%. Нормальное явление, да? То есть, я когда-то всем говорил, ребят, мы когда живем и когда будет у нас время перехода в мир иной, нам надо понять, в каком состоянии вы пришли в этот мир. Так вот, вы пришли в этот мир в состоянии без всего и уйдете из него такими же. То есть, не надо деньги зарабатывать на себе. И естественный вариант, то есть, когда наш Центробанк решил, что, ребят, ну это вообще как-то, откуда такие ставочки-то, откуда? И потихонечку начал работать. И вот мы можем говорить о том, что банки начали лопаться. Потому что, представьте себе, на территории России их стало практически тысяча банков, да? Вот. Но в связи с этим, в связи с тем, что Центральный банк нам говорит, что, ребят, а у нас инфляции-то нету. То есть, о чем мы говорим? О том, что можно снизить процентные ставки. И вот мы, когда говорим по кредитно-потребительской оперативе, они тем же самым и занимаются, да? То есть, и ценники-то уже упали. Но вам надо понимать, что такое кредитно-потребительский кооператив. Кредитно-потребительский кооператив, он берет ваши денежки, он берет ваши денежки и выдает их вам. То есть, это следующим образом. Они берут деньги у населения и зарабатывают только на выдаче кредитов. И поэтому смысл-то у них побольше. То есть, они вам дают возможность деньги зарабатывать чуть больше. Ну, естественно, если вы возьмете кредиты, там тоже все будет прилично. Ну, а как вы хотели то? Центробанк сказал, и все сделали. Если бы Центробанк сказал, что кредиты это максимум 7%, а вклады по 3 было бы круче. И мы бы тогда росли. Будем надеяться, что так встанет и всегда. А то 1000% за 10 лет. По стоимости недвижимости стало как-то круто. Ну, а чтобы вы поняли. 300 тысяч рублей стоило треха в 1998. И 3 миллиона через 10 лет в 2008. Сейчас вроде все как-то стало на свои места. И мне бы снились такие проценты. А что, не верится? Вот и мне не верится. Ну, да ладно. Будем думать, что после того, как банки станут ласковыми, а такими они и будут, когда Центробанк оставит их максимум 5 на всю страну. То бишь, о чем мы говорим? О воле Центробанка. Кстати, под Центробанком не только банки, но и кредитно-потребительские кооперативы. У банков есть такая штука, как банк может признать себя банкротом. И вы даже ничего не сможете сделать. Потому что банк признал себя банкротом. Если такое случилось, если они застрахованы, то вы еще какую-то сумму получите. А если не застрахованы, то ваши денежки пролетят. Что касаемо кредитно-потребительских кооперативов. Я еще раз говорю, кредитно-потребительских кооперативов. Они берут ваши деньги и выдают их в кредит. То есть, тут даже подпитки нет. Никто вам не скажет, что кто-то купил за доллары. Нет. Они работают в руках. Вообще никаких проблем не возникает. Но почему же вы не наезжаете на банки, а наезжаете на кредитно-потребительские кооперативы? Когда мне говорят, посмотри, пожалуйста, что за твоей спиной. Я знаю, что за моей спиной. За моей спиной коэффициентно-потребительский кооператив Гранд Капитал Кредит. Он располагается на улице Жукова, 21. Почему они сюда переехали? Ну, пункт номер один. Во-первых, они занимаются и работают не только в городе Магнитогорск. Здесь одно из предприятий, представляете, да? Во-вторых, почему они сюда переехали? Ну, потому что аренда, естественно, вас ушибает. Здесь все то же самое. Ну, естественно, вопрос. То есть, извините, пожалуйста, но если сказал... В наш банк, самый главный, сказал, что хоре, хватит столько денег брать, то, естественно, ценники немножко и опустились. Но в любом случае, когда вы отправляете деньги сюда, вы получаете деньги гораздо больше, чем в любой обыкновенный какой-нибудь коммерческий банк. А вот теперь поговорим о проблемах банков и кооперативов, кредитно-потребительских. И те, и другие выдают кредиты, и проценты примерно одинаковые. Но вопрос, где берутся первоначальные деньги? Банки реально кредитуются у зарубежных партнеров. Им абсолютно фиолетово, кто им принесет деньгу. Кредитно-потребительские и кооперативы работают с населением. Теперь как деньги тырятся и у тех, и у других? Человек заводит кредитную историю, естественно, платит. Потом берет много и исчезает. Ну, сегодня попроще. Банкротится. А вот теперь возникает вопрос, куда платить? Самые косячные банки лопаются. И часть своих денег вы не увидите. То же самое в кооперативах. Только вот кооперативы предлагают больше денег. И некоторые и отваливают. Но самые стойкие продолжают работать. Кредитно-потребительский кооператив «Гранд Капитал Кредит» по сути самый стойкий. Так что верьте и только ему, дорогие мои магнитогорцы. Маленький-маленький вопрос у меня возникает. Я хожу в магазины и, честно говоря, я не вижу какого-то сногсшибательного роста цены. Чуть-чуть приподнялись. Чуть-чуть. Не на все товары. Правильно. Я смотрю по недвижимости. Сколько она стоила год назад? Она же еще дешевле стоит. Магнитогорск стал гораздо дешевле. То есть, по сути события, инфляция не такая большая, как она раньше. Мы о ней говорили. Да, мы снизили процентные ставки по постановлению Банка Российской Федерации. Вот так вот, да? То есть, если банк вам говорит, вы также снижаете ставки. Как это делают и банки в том числе? Да, конечно. Как мы действуем соответствующему законодательству Банка Российской Федерации. То есть, когда они говорят, что банк и кредитно-потребительский кооператив, надо, в принципе, сказать, что это равно? Да, конечно. Теперь возникает другой вопрос. Вы же все-таки кредитно-потребительский кооператив. То есть, вы берете у людей деньги. Не где-то там и вообще. Не у какого-то банка западного. Вы просто берете деньги у людей и вы даете кредиты. И на этом вы и живете в том числе. Да, конечно. Мы принимаем личные сбережения и выдаем также займы населению. Теперь вопрос. Почему у вас разница? Вам не надо столько, сколько нужно этим самым банкам, у которых бешеное количество людей. Зайдите в любой банк. Посмотрите внимательно. Там 20 человек, если не больше. Если не 100 человек в нормальных банках. Мы никуда не исчезли. Мы как работали, так и работаем. Ну, единственное, сейчас небольшие финансовые затруднения, которые в скором времени все будет нормально. И мы начнем работать в полную силу. Конечно, нам всем хочется, чтобы и у нас стало все хорошо. Правительство стимулирует сельское хозяйство. Правительство отказывается от импорта, предлагая свои товары на экспорт. Осталось вернуть шею в медицине и проверить учебу. И разобраться с коррупцией. И все будет нормально. Будем к этому стремиться. И жить можно, и сделать лучше. Надо вспомнить свои корни. А как такое получится, и этому радоваться надо. Как и помогать тем, кто дает ваши деньги на развитие бизнеса. И чуть-чуть потерпеть. И все станет на свои места. Но вместе с терпением надо понять тех, кто работает на вас. И не давать деньги тем, кто кормит чужой рынок. Если вы хотите деньги и хотите спокойно заработать, и сумма вас интересует в два раза больше, чем банки, только кредитно-потребительские кооперативы. Смотрите сами, думайте. Кто-то может сказать круче, кто-то может сказать дешевле. Не знаю, думайте сами. Почему я работаю с этим кредитно-потребительским кооперативом? Ну, пункт номер один. Он работает, да. Они так вот, что пришли там, вам немножко по ушам напели, выставили бешеные кредиты и слиняли. Нет, нет, нет. Мы здесь с ним работаем второй год. И второй год вы должны понять, где вы можете получить нормальную сумму. То есть, если вы положили миллион, то, конечно, это будет не два миллиона через два года, ну, а миллион восемьсот, грубо так. Нормально? Я думаю, что да.